2 июля в службу 112 поступило сообщение от жительницы о пропаже ребенка. Во время прогулки на детской площадке потерялся ее 4-летний внук. Это случилось около 12 часов дня. В 12.45 его нашли жив-здоров. Специалисты экстренных служб опрощают внимание жителей. К сожалению, сейчас в летний период таких сообщений становится все больше. Спасатели призывают взрослых быть бдительными, меньше отвлекаться на гаджеты и не отпускать несовершеннолетних на самостоятельные прогулки без присмотра старших. В этот же день, но уже в городе Белозерский, аналогичное сообщение. На пляже озеро Белое пропала девочка уже 11 лет. Обнаружено там же, на пляже. Здорово, жалоб нет. В целом, за прошедшую неделю в единую диспетчерскую службу обратились 2500 граждан. Произошло 4 ДТП, 2 пожара. 29 июня загорелся дом в селе Константиново. В ДНТ славный загорелся частный одноэтажный дом с мансардой. Устранена угроза распространения огня на соседнее строение. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Еще один пожар на минувшие недели произошел также в частном секторе. 2 июля произошел пожар в деревне Маренко. К моменту прибытия пожарной охраны дом горел изнутри и снаружи, по всей площади. В пожаре пострадал мужчина 76 лет, который получил ожоги дыхательных путей. Сотрудники пожарной охраны также обращают внимание жителей, проживающих в частных домах. Проверьте вентиляцию и электропроводку. Не курите в постели и не сжигайте траву и мусор во время пожароопасного периода. Татьяна Голганова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.